Такая интересная рукояточка здесь в тренажере. Вот всю жизнь хотел попробовать, как она работает. В тренировке спины тяга в наклоне, в крайней мере, у меня считается самым тяжелым упражнением. Здесь у нас тренажер только узкий хватает и смотрит, но ничего страшного. По поводу конкретно этого упражнения. Обычно я его не делаю. Тянем груди, чтобы больше сместить нагрузку именно на широчайшую мышцу. Все такие колобки ходили, жирненькие. Вот сейчас уже это не в моде, тут элементарная физика. Директор смещается туда или обратно. Всем привет! Сегодня мы чудесным воскресным утром решили провести тренировку в легендарном зале Самсон на Мира 38 в Краснодаре. Ну, скажу так, брутальная такая качалочка еще в том старом стиле, old school. Поэтому попробуем, позанимаемся сегодня. Вот у меня сейчас легкие тренировки. Поэтому сегодня так, в лайтовом режиме поделаю спина и трицепс. Принцип тренировок основан на том, что я всегда записываю все свои тренировки в дневник. Вот, на сегодня план составил тоже. Все упражнения, все веса. Так, если что, во время тренировки подкорректируем. Вот себе отметочку делал, что 50% интенсивности сегодня. План есть, осталось только выполнять. Такая интересная рукояточка здесь в тренажере. Вот всю жизнь хотел попробовать, как она работает, какую нагрузку дает. Вот в Самсоне мне представилась такая чудная возможность. Делаем вертикальную тягу. Тянем к груди, чтобы больше сместить нагрузку именно на широчайшую мышцу. Потому что, если делать за голову, нагрузка, вектор больше сместится на большие, малые, круглые мышцы, которые пролегают по широчайшей мышце. Всегда ношу с собой часы на руке. У меня таймер на одну минуту заведен. Так что еще 30 секунд есть с вами поболтать. Вообще, я кайфую, когда такие лайтовые тренировки. Вот, и всегда всем говорю, пока легкие веса, надо стараться использовать это возможность, чтобы отточить технику. Какие-то новые ощущения, вот, поймать. А потом воспроизводить их с большими весами. Когда идет подготовка, то есть уже на пике, на всем, получается, делаю три подхода по 12-15 повторений. Вот. Иногда даже, наверное, ближе к подготовке до 15-ти довожу. Но, опять же, связано это с тем, что на тренажерах вертикальная тяга обычно на блочных максимум 100 килограмм блоков. Поэтому, там приходится доходить до самого низа и уже за счет количества повторений как-то себя нагружать. Вот, поэтому до 15-ти иногда даже больше довожу повторений. Следующее упражнение – тяга штанги в наклоне поясу. Тоже 50% от интенсивности, которая была перед соревнованиями на пике. Для меня сегодня это 80 килограмм. Тренировки спины, тяга в наклоне, в крайней мере, у меня считается самым тяжелым упражнением. Если сделал его, то дальше все остальное легко уже будет. Фух. Когда легкие тренировки, еще чем они мне нравятся, то, что необязательно обматываться, обвязываться чем-нибудь ремнями, поясами, еще какими-нибудь приспособлениями. Потому что хватает силы, чтобы штангу удержать в руках. Вес не такой большой, чтобы даже можно ремнем не пользоваться. Следующее упражнение – делаем рычажную тягу. Я привык делать на тренажере типа техноджим, камер, неважно какая фирма, но рукоятки с широким хватом, где можно взять. Вот здесь у нас тренажер только узкий хват передусматривает, но ничего страшного, для разнообразия пойдет. Когда тренируешься, между подходами как будто бы уходишь в себя чуть-чуть. Ни о чем как будто бы не думаешь, а то ты собираешь, консолидируешь энергию для следующего подхода. Так, ну и заключение тренировки спины – горизонтальная тяга. По поводу конкретно этого упражнения. Обычно я его не делаю, потому что у меня есть травма локтей, заработанная со временем. Поэтому любого вида разгибания, французские жимы я делать не могу. Очень сильно острая боль в локтях. Ничего уже не спасает, не помогает. Поэтому, чтобы ее обойти, меня спасают именно жимовые все движения. Как альтернатива этому упражнению, я делаю жим обычно к низу. Есть такой тренажер ДРТ, где цепляется перекладина к двум концам, как будто бы жмешь ее вниз. Вот то упражнение хорошо подходит, локти не болят. А по поводу разгибания конкретно здесь, ну его использую больше как разминочное упражнение сегодня, чтобы локти разогреть, связки и перейти к основному упражнению на раму Смита. Раньше, не так давно, было принято разъедаться в межсезонье. И все такие колобки ходили, жирненькие. Вот, сейчас уже это не в моде, не в тренде. Вот, и все культуристы более-менее высокого любительского или профессионального уровня уже в межсезонье не разъедаются. Соответственно, я поступаю так же. Стараюсь, по крайней мере. Так, ну что, переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – узкий жим, но я его выполняю в раме Смита, еще и под углом, под углом в наклоне. Вот, это дает возможность более изолированное движение делать для трицепса. И, соответственно, базовое упражнение мы превращаем в изолированное практически. Не, упражнение классное на самом деле, потому что оно снимает нагрузку со связки, с локтя и переносит весь вектор тяжести чисто на трицепс. Вот, за счет того, что мы вот играем вот этим углом, дальше ближе лавка. Вот, соответственно, это вот элементарная физика. Вектор смещается туда или обратно. И мы, соответственно, направляем его. Трицепс очень хорошо чувствуется в этом упражнении. Еще нюанс. Чем ближе сводить локти, тем больше нагрузка будет ложиться на внешний крючок. Вот, ну и, соответственно, если разводить, то нагрузка больше на внутренний будет ложиться. Ну что ж, на этом упражнении тренировка сегодняшняя подошла к концу. Тренировка в лайтовом режиме, 50% интенсивности. Вот той, которая была на пике сезона подготовки. Потренировался хорошо. Хоть и легкие веса, но после отдыха чувствуется достаточно серьезно. Спасибо этому залу, Самсон на Мира 38 в Краснодаре, что любезно пустили нас потренироваться, почувствовать атмосферу олдскула, как мы сегодня это сделали. Ну и спасибо, конечно же, нашим спонсорам, компании ТСП и компании Перформанс, за то, что помогли нам добраться до Краснодара и устроить это все зрелище для вас. Продолжение следует...